Лё, привы. Что же я заказала в этот раз? В этот раз. Да, я его для рук использую, потому что на тело мне даже на одну ногу не хватит. From Russia with Love, как говорится. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Карина. И в сегодняшнем видео я приглашаю вас открывать вместе со мной две посылки. Здесь будет как парфюмерия, так и косметика. Если вам стало интересно, то поехали. У меня есть две посылочки. Вот как они выглядят. Одна из магазина Douglas, вторая из магазина и от бренда Levrana. Это российский натуральный бренд. Про него я вам расскажу чуть попозже, поподробнее. Все, мы с вами вместе посмотрим, как это все мне пришло и так далее. С чего начнем, с Levrana или с Douglas? А давайте с Levrana. Это российский бренд Levrana. Если вы давно со мной уже на моем канале, если вы давно следите за моим творчеством, то вы знаете то, что когда жила в России, я пользовалась косметикой данного бренда. Конечно же, уходовая косметика. И мне бренд Levrana, за что им огромное спасибо, прислали вот такую посылку прямо в Германию. From Russia with love, как говорится. Поэтому я предлагаю прямо сейчас распаковать ее вместе с вами и посмотреть, что же прислал бренд Levrana. Итак, вот там лежала у нас вот такая вот бумага, переработанная для того, чтобы продукт туда-сюда не плавали по самой посылке. И у бренда Levrana появилась декоративная косметика. И да, я буду пробовать в ближайшем видео декоративную косметику, но сегодня я, конечно, вам покажу. Я выбирала сама продукты. И это на самом деле видео, конечно же, не спонсировано. Все, мое мнение, абсолютно честно. И мне очень интересно попробовать, потому что здесь у нас, друзья, вот такой вот праймер и Levrana, помимо того, что это органическая косметика, еще имеет сертификат. И один из них это EcoCert. Это европейский сертификат, насколько я помню, который проходит очень много проверок и подтверждает органичность продуктов. Итак, праймер Levrana увлажняющий. Комфортная база для тонального средства, которая совершенно не ощущается на лице. Будем с вами пробовать. 30 мл. Очень приятная упаковка. И самое главное, что здесь помпа, не нужно ничего никуда лазить. Это очень даже гигиенично. И мне нравятся такие средства, поэтому в ближайшем видео с новой косметикой мы с вами попробуем. Также у нас тут гель для бровей и ресниц. Будет интересно сравнить с моим любимым гелем для бровей от Rivaldi Loop. Этот гель, смотрите, тут достаточно большой объем. Сколько здесь? 7 мл. В моем любимом 8. То есть тоже это очень большой объем. Это прекрасно. Блеск для губ. Какой красивый цвет. Я обожаю блески для губ. Вы это знаете. Блеск для губ Coral Sand оттенок. Посмотрите, какой красивый. И я думала, он будет меньше, а он прям такой большой. Сколько здесь мл? 10 мл. Это огромный объем. Но мне интересно попробовать. Смотрите, очень похоже на мою помаду сегодняшнюю. Вот такой вот блеск для губ. Что у нас здесь упаковано? Что-то красивое и блестящее. Я уже забыла, что... Сухой минеральный хайлайтер оттенок Gold Flash. Вау. Сколько здесь граммов? 5 граммов. Это рассыпчатый хайлайтер. У меня никогда не было хайлайтеров в рассыпчатой форме. Поэтому мне будет прям интересно попробовать. И еще один. А, нет, это не хайлайтер. Это... О, пудра минеральная рассыпчатая. Я очень люблю пудры. Особенно рассыпчатые. В домашнем условии. И вот это мы точно с вами, конечно, будем тоже пробовать. Вот 5 продуктов у нас от бренда Levran. Давайте посмотрим поближе. Мне, на самом деле, самой очень интересно. Попробуем вот этот вот праймер нанести на руку. Но я буду это пробовать обязательно в видео. Мне интересно попробовать. Так. О. Ой. Пахнет почти не пахнет. О, на ощупь это как какой-то лосьончик. Такой очень приятный. Очень легкая отдушка практически не ощущается. Поэтому я обязательно попробую. Такое на самом деле осталось ощущение липкости. Это хорошо для тонального крема. Праймеры, они в целом работают лучше. Если они вот так немножко липковатые, они действительно дают какую-то сцепку с тональным. Поэтому мне интересно будет. Да. Есть такое ощущение. С гиалуроном написано, что это праймер. Хорошо. Ну, гель для бровей, я думаю, тут надо пробовать сразу на бровях. Ничего не пахнет. С открытия 9 месяцев. Праймер с открытия 6 месяцев только хранится. Это говорит о его натуральном составе. О, а блеск у нас, друзья, дорогие мои, 3 месяца всего лишь. Карина, тебе нужно этот блеск успеть использовать. Давайте посмотрим на цвет. Очень приятный аромат. О, какой нюдовый цвет. У меня тут есть зеркало. Давайте прям на помаду попробуем нанести. Он такой же по цвету, как и моя помада. Как удачно. Очень натуральный оттенок. Дает неплотное покрытие, так как это блеск только полупрозрачный. Как увлажняет, я не знаю. Но цвет очень приятный. Пудра минеральная рассыпчатая. Я думаю, тут... Да, верно. Тут вот такая вот наклейка. Ну, пудру смысла сейчас пробовать нет на руке. Я уверена, что это просто, скорее всего, прозрачная пудра. Нужно ее пробовать на лице. А вот хайлайтер я хочу нанести на руку, посмотреть, насколько он... Кстати, такой цвет очень красивый, какой-то голографический. Ну, я вам покажу поближе все. Поэтому, когда я буду делать макияж в ближайшем времени с какой-то новой косметикой, то попробуем с вами вот этот рассыпчатый хайлайтер, обязательно пудру, праймер, гель для правей. Ну, а блеском я уже, наверное, уже... Ну, я уже начала пользоваться, поэтому вот такой вот еще блеск. Отлично. Леврана, огромное спасибо. Будем пробовать вашу декоративную косметику. Ну, и вторая посылочка, друзья, это Дуглас. Открываем с вами мой любимый магазин. В Дугласе в этот раз была какая-то акция, что вводишь там промокод, и тебе какие-то миниатюры... Миниатюры, в общем, дарят. Это такая целая косметичка. Я не знала. Вот такая косметичка, в которой лежат миниатюры. Мы сейчас с вами посмотрим. Сначала основные. Что же я заказала в этот раз. В этот раз. Ну, тут всякие опять дали... GoodShiny, Дуглас какой-то, каталог. О, 15%... 15%, друзья, тут есть на косметику. А, на филе продукты, значит, на многие, но не в ваку, что на косметику. Короче, как обычно. Итак, первое. Пробник. Пробник Акомад Мазель Шанель. Это новая их концентрация. Я не знаю, как это читается. Знаю точно, что, наверное, лё это читается. Но второе слово не знаю. В общем, вот такой вот. Я, кстати, очень люблю аромат этот, но мне нравится больше версия Intense. Вообще, мой заказ в Дугласе, в первую очередь, был ради двух продуктов от бренда Шанель. Первое, давайте откроем, это вот такое вот средство. Это парфюмированный спрей от бренда Шанель. Конечно же, номер 5, друзья. Потому что у меня закончился мой подобный, но с ароматом Коко. И я решила вернуться снова к своему аромату Шанель номер 5, так как это мой самый любимый аромат. Это такой спрей в 100 мл, который просто парфюмированный. То есть, он не является, тут написано, да, деодорант, но это не то, что вы подумали. Это не для того, чтобы не пахнуть потом. Это всё-таки парфюмированный спрей просто. Всё как обычно. Кстати, линейка Шанель номер 5 оформлена именно в белое-золотой. Упаковки с цветами. А Шанель Коко, который у меня до этого в пустых банках вам покажу, она оформлена в чёрно-золотой. Какая прелесть, смотрите, зеркальная крышка. У меня на Шанель Коко не такая, не зеркальная крышка, золотая. Вот такой вот алюминиевый формат, как всегда. Очень лаконично, мой любимый аромат. И здесь тоже золото, и здесь золото. Посмотрите, кстати, прям зеркало тут. Классно. Такого у меня не было на Коко. У меня ещё от Шанель номер 5 дезодоранта вот этого не было. Об этом поподробнее будет, наверное, в фаворитах, потому что... Как же я люблю этот аромат, это просто непередаваемо. Этот... Для чего вообще я покупаю ещё именно вот такие вот спреи парфюмированные? Потому что дома я, допустим, парфюмом не пользуюсь. Ну, по понятным причинам. Во-первых, парфюм он более резкий. А для дома и для своих волос, для тела, для вот... Когда я нахожусь дома, я использую именно парфюмированные спреи. Они не такие концентрированные. Я очень люблю наносить парфюм на ночь. И наношу именно спреи. Для того, чтобы не сильно это всё пахло, чтобы я заснуть ещё после этого смогла. Ну, этот аромат я просто обожаю на себе чувствовать. И поэтому именно парфюмированные спреи потрясающий вариант для дома, для волос, для тела. То есть он не очень долго держится. Но, тем не менее, ваш любимый аромат всегда будет с вами. Ну, и самое главное, конечно, это также аромат Шанель номер 5 в версии туалетная вода. У меня не было версии туалетной воды. У меня была только парфюмированная вода. И именно в 1921 году появилась туалетная вода. Это самый настоящий аромат Шанель номер 5. Парфюмированная вода появилась позже. Поэтому, конечно же, я захотела его. И я выбрала себе версию 60 мл, но в версии для сумочки. Такой Twist and Spray он называется. Сейчас мы вместе с вами распакуем. У меня такого версии никогда ещё не было. Это очень удобно, конечно же, и для дома, ну и, соответственно, для того, чтобы можно было брать с собой. Чтобы ничего не разбилось. Всё распаковываю первый раз при вас. Так как было очень интересно. Мне вообще нравится смотреть распаковки и видеть реакцию человека впервые. Кстати, одно из первых видео на моём канале, когда я ещё жила в России, была именно история парфюма Шанель номер 5. По-моему, это единственное видео, которое я сохранила, так сказать, из прошлого своего ютуба. Вот как это выглядит. Также Шанель номер 5 в бело-золотом-чёрном оформлении. Вот такая коробочка нас встречает. И здесь сразу нарисован принцип работы. Здесь у нас вот такая вот брошюрка. Шанель номер 5. Что у нас тут? А тут написано, как устанавливать и как менять, собственно, вот этот вот дополнительный рефил. Потому что этот формат именно рассчитан на то, чтобы брать с собой. И он 20 миллилитров. Но здесь получается три таких маленьких флакончика по 20 миллилитров. И один, как это называется, главный вот этот вот аксессуар. Вот как он выглядит. Это безумно лаконичный. Чёрный цвет. Один из моих самых любимых цветов. Здесь золотой. Я ещё, видите, только взяла. Он ещё такой весь отполированный. Золотой вот такой вот белый и золотой логотип. Как это? А, и вот так вот. Поворотный твист это и называется. Поворотный механизм. Откуда появляется вот такой вот сам спрей. Да. И видите, как бы с ладонь получается очень легко взять сумочку. И у вас ничего не разобьётся. Вот так вот это выглядит. И здесь ещё с двух сторон. Запасные рефилы. Которые, конечно, будут храниться в этой коробочке. Для того, чтобы их просто не потерять. Они выглядят абсолютно одинаково. Вот так выглядит рефил без самого вот этого красивейшего, потрясающего футляра. Вот как это выглядит. И тут элементарно вот такая штука. Просто его нужно вставить. Давай сейчас посмотрим, как... Мне самой интересно, как вот это открывается. Я видела... А, очень просто. Вот, пожалуйста, вот ваши первые 20 мл. Да, здесь ничего абсолютно. Вот так. Вот это была моя главная, так сказать, покупка. И вот этот спрей. Давайте попробуем на запястье, что ли. Ничего пока не пахнет. Первые вот так вот секунды. Очень резкий аромат. Ну, это всегда так практически. И буквально через несколько секунд уже играют первые ноты. Обожаю, обожаю просто. И Chanel номер 5 именно в версии туалетная вода отличается от парфюмированной воды. У них есть, конечно же, и общие ноты, но и у них есть и разные ноты. Туалетная вода, она, наверное, более звонкая. Ну, как по мне. Ну, это по первым ощущениям. Вообще, у меня есть мечта собрать всю коллекцию Chanel номер 5. И парфюмированную воду, и духи, и туалетную воду, и крем для тела безумно дорогой, который у них стоит около 80, по-моему, евро. Я хочу себе всю линейку. Я обожаю этот аромат. Поэтому вот такой вот появился у меня еще один наборчик, посвященный моему любимому аромату. Ну, и давайте посмотрим, что подарили мне Дуглас вот в этой красивой розовой косметичке. Я думала, косметички не будет, но давайте посмотрим. Просто буду брать. Тут вообще миниатюрки совсем маленькие. Lancome. 15 мл. Вот такая вот жидкость для снятия макияжа с глаз, я так понимаю. Я знаю их полноразмерную версию. Ну, вот тут маленькая миниатюрка, можно попробовать. Очень милая. И можно, я думаю, будет взять с собой, когда я поеду куда-нибудь. Мой любимый тоник. И причем 40 мл. Это немало. Мне его хватит точно на несколько, наверное, недель. Это Pixi Glow Tonic. Он у меня был в полноразмерной версии. Классный тоник. Я его люблю. Не хочу сказать, что это какой-то must-have для меня. Для меня все-таки must-have больше является тоник с кислотой салициловой. Но вот такой вот с гликолевой. Он мне тоже нравился в свое время. Приятно получить такую миниатюрку. Следующая. Anna Yaque. Это, по-моему, японская косметика. Да, сделана в Японии. Она не бюджетная. Ultra Time Fluid. Я так понимаю, это какой-то флюид для лица, наверное. 3 мл. Миниатюрка маленькая совсем. Я думаю, она даже не для продажи. Да, Sample Not For Sale. То есть, так его раздают. Вот как. Да, наверное, попробую. Почему бы нет? Нужно посмотреть его состав. Да, попробую. Обязательно. Что еще у меня есть? Lancaster. Glow Primer SPF 30. 3 мл. Тоже маленький совсем. Primers SPF. Вот такая малышка. Ну, знаете, дареному коню зубы не смотрят. Далее. Здесь есть Rituals Body Cream. Ну, 10 мл. Это, конечно, смешно. Вот эта вот миниатюрка. Но на руки, наверное, да. Давайте мы даже попробуем. Ой, он такой даже не как лосьон. Он прям такой cream. Cream. Rituals of Sakura. О, какой приятный аромат. Да, я его для рук использую. Потому что на тело мне даже на одну ногу не хватит. А для рук, наверное, будет очень классно. Очень приятный аромат. Класс. Попробую. Ну, и последнее. Это... Как вы думаете, что? У меня было это средство. Это CC Cream от It Cosmetics. У меня даже было 2 целых, и я их закончила. Оттенок Mirium. Но это оттенок точно на лето. Потому что это темный цвет. Здесь 4 мл. И этого достаточно, если вы хотите попробовать это средство. Я, наверное, оставлю это до лучших времен, до лета. Потому что сейчас Mirium мне 100% очень темный. Так как у меня было Fair и Light, по-моему. Ну, а вот это вообще темный. Поэтому я оставлю, наверное, эту миниатюрку до лета. Ну, и, конечно, приятный бонус. Это... Вот эта косметичка. Я не знаю, кто мне ее положит. Дуглас. Тут написано You Are Made For Loving You. Короче. Вот такая вот косметичка. Она такая мягкая, приятная. Буду здесь перевозить что-то, когда буду куда-либо ездить. Вот такие вот, друзья, были покупки и посылки и подарки. Приятно. Да, радовать себя очень даже приятно. Я надеюсь, что такое видео вам понравилось. Если это так, обязательно оставляйте свои комментарии. Ставьте пальчики вверх. И я буду снимать тогда для вас чаще такие видеораспаковки. Если вам они понравились. Я благодарю вас за просмотр данного видео. Ну, а мы увидимся уже совсем с вами скоро. в моих новых видео. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok